Всем привет из жаркого Египта. С вами Виктория. Вчера я смотрела... Я обожаю Египет. Мне такого даже ни разу не было, чтобы я начала с первого дубля. Серьезно. Вот почему я люблю Египет. Потому что тут все волшебно. Мистер, аккуратно... Интересно получится мне с вами поздороваться. 40 градусов, между прочим. Как вы думаете? Ой, водичку попью. Водичку пью с лимончиком. Всем привет из жаркого Египта. С вами Виктория. Вчера я смотрела аналитику на своем канале в YouTube и увидела... И увидела, что мои зрители – это люди от 13 до 100 лет. Есть такая категория людей, которые уже вырастили детей, вырастили внуков и могут просто наслаждаться жизнью. А вот сегодня мы поговорим о том, как эти прекрасные люди живут в Египте. В красивом, нормальном, пляжном. Они же красивым подают коктейли. С добрым утром всех! Вот уже 6 месяцев я провожу свое утро на море. Вначале заплыв. Пока никого нет. Пока море спокойное, чистое, прозрачное. Что видно все, даже пальчики на ноге. Но потом у меня завтрак. Я утром не завтракаю. Я пью дома 2-3 стакана воды с лимоном или слаймом. А завтракаю здесь. Я беру вот сегодня кофе-лате. И у меня бутерброд с сыром и с лавашем. И помидоры и огурцы. Мы на Красном море с вами в Фургаде. Красное море оказалось таким интересным для меня. Я была на 15 или даже 20 морях. И даже перечислить мне трудно на каких. Но это море меня просто заворожило своим миром, своей такой особенностью для оздоровления. Говорят, что Красное море на втором месте после этого, как его, мертвого моря, которое в Израиле. И оно целебное для всех. Для молодых, для взрослых, для пожилых. У кого астма, у кого бронхиты частые, насморки. Люди приезжают сюда с большими проблемами по здоровью и оздоравливаются. Так было и со мной. Я была после операции на суставы. Я забыла, что это такое. Тех, которые любят дайвинг, это просто благодатное место. Здесь можно с маской плавать у берега, подальше. И вот, пожалуйста, на кораблике возят на острова, где погружаются в воду, где вообще интересно целый день провести. В море открытом. И там развлечения разные. Так что приезжайте, дорогие люди прекрасного возраста. Здесь для вас есть все. А теперь мы с вами пойдем в магазин за покупками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вышла из супермаркета, присела отдохнуть. Мой дом напротив буквально, очень удобно. И до пляжа моим медленным шагом 10 минут. Что я купила? Я сегодня купила огурцы, помидоры у меня есть. И фрукты. Виноград, арбуз, дыня и манго. Я хотела купить инжир. Но я вчера сварила варенье из инжира. Сегодня его не было. Очень люблю инжир. Здесь он необыкновенный. Вообще все фрукты необыкновенные. Сладкие и вкусные. Я заплатила 92 фунта. Это всего 4,5 доллара. Вот за такие покупки. Так что здесь прожить можно бюджетно всем. Я приехала в Египет 4 года назад. Первый раз в конце января, где-то числа 20-го. Почему? Меня очень долго приглашала одна моя сотрудница, которая здесь купила квартиру и уже жила 10 лет. И она все время приглашала и говорила, как здесь здорово, как хорошо, какие тут апартаменты, море и так далее. Я была занята работой и у меня были другие путешествия. И как-то меня сюда не приезжало. И так случилось, что год до моего приезда я зимой была на одном мероприятии, где мы танцевали в кругу. И я подскользнулась на мокром полу и упала. И шейку бедра сломала. Проснулся, очнулся, гипс. Мне сделали операцию замена бедра. И я весь год, почти год, реабилитировалась. Наверное, месяца 3-4 ходила на костылях. И мне говорят, ну вот поезжай к Леоноре в Египет. Там хорошее восстановление. И я ей позвонила, спросила, можно ли приехать. Она с радостью мне сказала, приезжай. И вот я была полтора месяца у нее. И после этого я уже не хотела зимовать в Киеве. Это зима у нас в последнее время. Вот как по Райке, ну да. Если зима, то зима. Если лето, то лето. А здесь зима по-разному. То слякоть, то грязь. И главное, после этой слякоти вдруг заморозило скользко. И я ужасно боялась упасть опять. И вот я стала каждый год на зиму уезжать. Но обычно я уезжала во второй половине января. Я живу в Киеве. И у меня в Киеве двое детей. Четверо внуков и четверо правнуков маленьких. Конечно, я уже купила билеты и собиралась домой. И билеты пропали. Потому что вот началась война. И мне пришлось остаться здесь. И дети мне пока не вели отъехать. Советуют оставаться здесь. Здесь спокойнее. Да, действительно, вы знаете, я очень скучаю за детьми. Особенно за малышами. Но здесь настолько спокойная, размеренная жизнь. Вот этого солнца нам не хватает. Вот Киев, он... Летом он хороший. А начинается осень, ноябрь и все. Солнышко не увидишь. Мрачное небо. Постоянно тучи. И вот этот мрачный небосклон. А когда сюда приезжаешь, просто ясное небо. И ни одной тучки в другой раз. С вообще ни одной точки. Меня это очень удивило. И вот за этим солнцем, за морем, собственно говоря, ты приезжаешь. И я даже уже не мыслилась, чтобы зимой сюда не приехать. Но на этот раз, видите, я уже почти шесть месяцев здесь. Я так люблю Украину и Киев, что я себе не представляю где-то в другом месте жить. Не представляла. И я очень удивлялась, когда узнавала, что люди здесь годами остаются и живут, и им нравится. Я поняла потом, в чем дело. Здесь действительно тихая размеренная жизнь. Это раз. Во-вторых, нет вот этой суеты. Куда идешь, тебе везде улыбаются. Может быть искренне или не искренне, но улыбаются, обслуживают красиво. Стоит тебе прийти два-три раза в одну лавку, тебя запоминают и с тобой здороваются, как старым знакомым. Кино. Иди сюда. Это мой друг. Иди сюда. Иди-иди-иди. Кино будет. Ютуб. Давай, садись. Давай-давай. А это мой друг Мохаммед, который здесь хозяин магазина. Их три брата. Магазин Family Story. И он помогает мне во всех. Какие бывают проблемы, он мне всегда помогает. Приезжайте в Египет. Здесь добрые, отзывчивые люди. Здесь прекрасный климат. Здесь замечательные продукты, фрукты, овощи. Мы вас ждем. Спасибо большое. Координаты Виолетты я оставлю под видео. И я вам тоже скажу, добро пожаловать в эту прекрасную страну. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне лайки. Пишите комментарии. Задавайте разные вопросы. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Пока-пока. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!